В ходе ежеквартального совещания с руководителями района Олег Хромов обозначил несколько тем, которые были озвучены на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во время его визита в город Видное 1 апреля. Это выезд на трассу Дон 6 микрорайона и из южной части города в районе деревни Тарычева, а также строительство новой школы, железнодорожный переход на станции Расторгуева. Чтобы точно донести слова исполняющего обязанности главы Ленинского района, предлагаю нашим телезрителям от первого лица услышать о задачах и планах как на ближайшее время, так и на перспективу. Основной целью посещения губернатора было как раз обратить внимание и найти варианты для того, чтобы обеспечить соответственно въезд и выезд из города. Мы обсуждали в ходе визита губернатора выезд из еще одного строящегося нового микрорайона в районе деревни Тарычева. Еще одна наболевшая точка для жителей – это Белокаменное шоссе. Вот что сказал Олег Кромов по этой теме. Как вы знаете, в этом году мы проводим капитальный ремонт Белокаменного шоссе. Шоссе будет четырехполосное. Убирается один железнодорожный путь, который не действует, транспорт-провод, который не действует, от завода к заводу убирается. То есть то бутылочное горлышко, которое мы имеем, мы постараемся ликвидировать. Володарское шоссе также находится в плачевном состоянии. Дано поручение по ремонту Володарского шоссе от Молокова до Володарки. И Мосавтодор должен в этом году осуществить данный ремонт. У нас в очень удручающем состоянии находится. Особенно правая сторона, если ехать в поселок Володарского. Железнодорожный переход на станции Расторгуева давно ждет в своей очереди на капитальный ремонт. Какая обстановка по этому вопросу, узнаем от руководителя района. Я думаю, что мы найдем пути решения для того, чтобы сделать данный переход комфортным для жителей. Тема благоустройства также поднималась на оперативном совещании. Олег Хромов дал поручение навести порядок на территории района пасхальным праздником. Самое главное наша работа – это чистота и порядок. Вы знаете, что сейчас на территории района проходит месячник по благоустройству. Я предлагаю до 12 апреля в основном прибрать все наши территории. Я хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся и дважды вышел уже на субботники. Мы действительно очень многое сделали по территориям. В конце сюжета принято подводить итог услышанному. Впрочем, телезрители сами могут это сделать. Планы и задачи, поставленные руководителем района Олегом Хромовым, говорят о желании и, главное, о возможности реализовать задуманное. Олег Федоров, Константин Брылов, Евгений Садовский, Видное ТВ.